В Уан-Удэ на Верхней Березовке вспыхнул двухэтажный дом. На момент прибытия пожарных здание полностью горело изнутри. Открытое горение было ликвидировано за час на общей площади около 100 квадратных метров. Хозяин дома с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение. Погибших нет. Причины пожара и обстоятельства устанавливаются дознавателями МЧС России. Всего в тушении были задействованы 23 человека и 6 единиц пожарной техники у ландынского пожарно-спасательного гарнизона. В Новый Брени из психбольницы сбежали два пациента. Они перелезли через бетонный забор и отправились по селу. Однако мужчин быстро поймали и вернули в учреждение. Напомню, в республиканском психоневрологическом диспансере проходят лечения, осужденные за тяжкие преступления. В Бурятии и в Забайкальском крае за 4 года уничтожили 61 игровой автомат. За 9 месяцев в нашей республике пресекли незаконную деятельность 11 заведений, изъяли около 500 игровых оборудований, в том числе 60 автоматов, 200 системных блоков, а также покерные столы и рулетки. Более 2 миллионов рублей обращены в доход России. С начала года возбуждено 7 уголовных дел. В минувшие выходные в 22 километрах от Гремячинска произошло землетрясение. По второго ночи толчки почувствовали жители Улан-Удэ и Прибайкальского района. Еще одно сейсмособытие произошло сегодня на Байкале. В 7 часов 7 минут по местному времени в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие. Тепицентр находился в 23 километрах с северо-западной населенного пункта Гремячинска Прибайкальского района. Магнитуда составила 4,1. По данным оперативных служб Прибайкальского и Кабанского районов и города Улан-Удэ, толчки на территории муниципальных образований не ощущались. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Андрей Слепнюв, Валерия Смольникова, Юлия Пермякова. Новости дня.